итак дорогие друзья всем привет извиняюсь за опоздание немного задержался так хорошо доброе утро всем добро утро ждем всем привет доброе утро так нас влад косов здесь светлана карачева шалом марина шувалова доброе утро талера фальская все всем шалом шалом и мы продолжаем изучать карте вот продолжаем изучать перте вот получение отцов постигать мудрость торы в ее повседневном применении сегодня у нас 12 12 мишна и в этой мишне в мы начинаем изучать то что сказал елей был такой елей должна звучит так и лель ваша май и блум и елей ваша май это были пара мудрецов один был носи елей был из рода царя давида а шамай был глава раввинского суда они получили от мудрецов предыдущих поколений от шамая от шмая и автальона значит и вот получили они от них тору елей стал главным в народе израиля он был из рода как я уже сказал возрода царя давида родился он в бавеле в вавилоне то есть это как сегодня например в израиль бы приехал кто-то из америки или из россии да вот например все руководители предыдущего поколения там был такой стайплер равьяков равьяков как они все это сейчас его папа равьяков и строили каневский он был из россии был хазуныш хазуныш он был из литвы или из латвии то есть в израиль приезжали великие мудрецы а которые возглавляли именно народ израиля они все приезжали обычно или из россии или из украины или из америки и вот бавель бавель приехала или из бавеля и он говорил такую вещь на жилель ваша мать и думаем они получили от предыдущего поколения или или говорил а в металме давший ларон или к этому давший ларон будьте как ученики арона арона койна и что что надо делать по и в шалом вы роды в шалом ловит обрет в микровом метро начином сказал так в шалом это люби мир но шалом это не только мир шалом и шлему честно разберемся почему мир шалом вообще что это за слово такое шалом от мы друг другу говорим шалом а что мы имеем ввиду и почему говорил ели ли в шалом люби шалом вы роды в шалом и гонись за шалом ловит а бреет люби создание вами карман литара люби создание именно бреет создание и приближая то ли значит смотрите что получается что такое шалом шалом это это же слово это шлымут шлымут это совершенство цельность то есть когда есть шалом шалом это как что-то как единое целое мир это когда две противоположные сущности до страны два человека они становятся одним целым то есть между ними мир нету между ними никаких противоречий это шалом теперь а шлымут во чек стремится к совершенству он как бы совершенно совершенен в мире только бог то есть только бог является совершенным у него нет никаких расхождений у него нет никаких противоречий у него нет никаких деталей у него нет никаких изображений то То есть он совершенен как истинным совершенством. Это Бог. Все остальное несовершенно. Все остальное появляется и распадается. То есть есть в мире закон, это энтропия, по-моему, называется, когда все стремится к тому, чтобы распасться. Человек, он рождается, и тут же он начинает, он вначале развивается, но уже как бы этот процесс пошел к старению. В клетке, пока он живет, человек, постоянно ногти отпадают, волосы отпадают. То есть человек распадается еще при жизни, кожа с него слазит по чуть-чуть. То есть человек распадается. И мир в основном, он стремится, действуют вот эти силы расхождения. Аилель нам говорит, оэв шалом, люби шалом. Интересно, что само слово аава – любовь. Его числовое значение 13. Если взять вот аава – это те буквы, которым записано слово любовь, то каждая буква имеет числовое значение. И слово любовь – аава. Его числовое значение 13 и слово эхад – один. Эхад, если записать, вот три буквы. Алиф, хэт, далет. Тоже 13 получается. Получается, аава – любовь и эхад – один. Это, в них есть общая, да, как бы их сущность, она одинаковая. Что это значит? Когда человек что-то любит, аава или кого-то любит, он хочет с ним стать единым целым. Например, человек любит борщ. Вот у меня любимый пример. Говорит, человек, я люблю борщ. Что значит, он любит борщ? Он хочет стать борщом одним целым, то есть он хочет борщ съесть. Человек говорит, я люблю рассвет. Что это значит? Он хочет видеть рассвет, то есть он хочет соединиться с рассветом, наблюдая за ним. Человек говорит, я люблю кого-то, да. Я люблю Пушкина. Что значит, я люблю Пушкина, да. Я люблю слышать, читать стихи Пушкина. То есть я люблю соединиться со стихами Пушкина и с мыслью о том, что я люблю Пушкина. То есть любовь – это соединение. Теперь говорит Иллиэль, что ОФ Шалом, человек должен стремиться к соединению, к миру, к совершенству. То есть он должен стремиться к тому, чтобы стать цельным и не создавать… Знаете, вот есть одна из самых известных систем в консультировании, в бизнес-консультировании. Это система Ицкака Адизеса. Есть такой бизнес-консультант, еврей Ицкака Адизес. И он говорит, что самая страшная вещь в бизнесе, которая рушит бизнес, это разинтеграция. Когда все процессы, они не совпадают один с другим, разинтеграция. А бизнес, который хорошо работает, главное у него слово такое – интеграция. Он должен… Все должно быть соединено, все должно быть цельным, ну и работать синхронно, да, синхронизация, интеграция там и так далее. И, значит, когда я как-то его спрашивал, я у него учился, говорю, какая ваша главная идея такая, да? Он говорит, вообще я обучаю Jewish Sinking Way. Я обучаю еврейскому способу мышления. То есть, а какой вредский способ мышления? Ашем и Хат – Бог один, Бог един, Бог – это целое, весь мир – это целое. Воавто, возлюби Бога. Вот тут Гелель нам сказал, оэв шалом, люби цельность, люби цельность. То есть, он продвигает вот эту идею интеграции. Это еврейская идея. Главная еврейская идея, главная идея Гелеля, он говорит, оэв шалом. И дальше он продолжает, родев шалом, гони за миром. Непонятно, а что недостаточно, что я люблю шалом, и я хочу, чтобы был мир. То есть, я люблю, это значит, мне нравится шалом, я хочу, чтобы был шалом. Он говорит, нет, говорит, интересно, что мир так устроен, очень честно, что там дальше будет одна мишна, которая говорится, что гонись за митцвой и убегай от преступления. Тоже непонятный язык. Почему за митцвой, за заповедью я должен гнаться, как будто бы она от меня убегает, а от преступления я должен убегать, как будто бы преступление гонится за мной. Так, объяснение здесь такое, что Бог специально так сделал мир, чтобы зло, оно было более привлекательное, чем добро, чтобы материальность была более привлекательная, чем духовность. Почему? Чтобы была свобода выбора. То есть, какой есть выбор, что ты будешь кушать, там, какую-то испорченную еду или хорошую еду? Понятное дело, что хорошую. А это не выбор, и не за что здесь награждать. Это очевидная вещь, что надо выбрать вкусную, хорошую еду, а не выбрать испорченную, невкусную. А вот если справа лежит еда вкусная и полезная, вкусная и полезная, а слева еще более вкусная, но не полезная. И вот тогда ты сидишь и думаешь, так, здесь более вкусная, а здесь просто вкусная. Но здесь полезная, правильная, а здесь не полезная. Ну такая вкусная, ну капец. И вот тогда это свобода выбора. Что ты выберешь, более правильная для себя или более вредная для себя? Потому что вкуснее более вредная, а полезная, оно не испорченное, оно менее вкусное. Вот понятно, да, здесь? Поэтому Гелель нам сказал так. Оэф шалом, люби шалом, в эрудеф шалом, и гони за шаломом. То есть вот все хорошее, оно от тебя убегает. То есть нужно прилагать усилия. С горки катиться легко. А вот идти в горку, развиваться, двигаться, двигаться, то есть это сложно. Это сложно, но за это есть награда. То есть такая игра. Значит он сказал, оэф шалом, эрудеф шалом, оэф это бреет. Люби создание. Он говорит, смотри, легко очень любить хороших людей. Своих детей легко любить. Каких-то там добрых, хороших людей, духовных людей легко любить. А вот любить бреет, просто создание за то, что они божественные создания. Любить создание, это сложно. Он говорит, поэтому оэф бреет, люби бреет. И приближай их к торе. То есть микрован ли тора, ты когда их любишь, эти бреет, эти создания, то тогда ты можешь их поднять на более высокий духовный уровень и приблизить их к торе. Тогда они станут не просто бреет, создание, да, то есть их тогда будет ценность не потому, что их Бог создал, а они станут духовными существами, духовными сущностями. Понятно, да, идея? То есть вот, вот это вот Елель сказал нам три вещи. Значит, будь как ученики Аарона. Значит, почему он вспомнил Аарона? Потому что в Аароне, братья Маше, это все сочеталось. Рассказывают про Аарона, что он мирил людей и мирил, когда ссорились муж с женой. Как он это делал, Аарон? Значит, вот два человека поссорились. Почему они поссорились? Один надумал, что второй там его ненавидит, второй надумал, что тот его ненавидит. Один что-то ему сказал, а второй, значит, сказал, что вот именно это важно, а то, что раньше было неважно, то, что мне раньше хорошо говорилось, сейчас сказал плохо. В общем, каждый живет в своем образе второго, и когда они поссорились, то естественно, что каждый создает образ второго полным негодяем вообще, который прямо вообще, не то, что с ним любить его, а его вообще убить мало. Знаете, есть такое выражение, да тебя убить мало. А что же не мало тогда, да? То есть если, что может быть хуже, чем убить? Говорят, да, иногда детям говорят такое, я слышал там какие-то мамы, детям говорят, да тебя убить мало, ребенку. Ну как так? Так вот, что делал Аарон, брат Моше? Он когда знал, что люди поссорились, он подходил к одному и говорил, знаешь, говорит, вот я только что встретил второго, с кем ты поссорился. Он так мучается, он так переживает, он так прямо вообще места себе не находит, так он страдает, что он, ну вот с тобой поссорился прямо, и он не знает даже, как к тебе подойти, потому что, ну там, ему неудобно просто, да? Но он очень сильно страдает. Идет к второму, и то же самое ему говорит, ты знаешь, вот так он переживает, так он страдает. То есть он создавал у них в восприятии другой образ второго, да? И когда они встречались где-то на улице, они уже друг на друга смотрели по-другому. Оп, там улыбка, подошли, каждый думает, а если Аарон так ко мне относится, если тот все-таки страдает, подойду, помирюсь к нему, да? Потому что по Торе, по Торе нам же Елец сказал, люби, шалом, уэв, шалом, рудев, шалом, значит все, это же все. То есть Тора нам дала конкретный заповедь, ваавтали, реха, камоха, возлюби ближнего, как себя. Если бы это было так просто, это не было бы заповедью. Это очень сложно, возлюбить ближнего, как себя. Даже ближнего возлюбить, как себя, тяжело. А нам, говорит Елель, уэв это бреет, люби, создание, вообще. То есть самый великий мудрец Тора, кстати, вот был такой, был такой, дальше у нас будет Йоханнен бен Закай. Про него говорится, что он, никто не успевал ему первый сказать шалом. Он первый говорил шалом каждому, даже вот простому человеку на улице. Он каждому первый здоровывался, там был такой вежливый, хороший, культурный. То есть вот это вот качество, уэв это бреет, которое Елель нам сказал, оно в принципе очень тяжелое. Тяжело это делать. То есть Тора нам не говорит, делай легкие вещи, Тора нам не говорит, заповедь дышать. Даже, вы знаете, нет заповеди любить детей. Есть заповедь почитать родителей, есть заповедь бояться родителей. Это сложно. А любить детей нет заповеди. Почему? А это просто, это инстинкт. Любить детей это инстинкт. А вот любить родителей, это уже благодарность, это уже работа, это уже усилия и так далее. Вот давайте подведем итог. Значит, что нам сказал Елель? Три вещи. Первая вещь это будьте как ученики Аарона. То есть, и Аарон приводится, что он активно, он делал мир между людьми, он активно создавал шалом между мужем и женой. То есть это тоже одна из самых больших заповедей. Я читаю, надо Итана Бердера попросить. Он эту тему очень круто изучает, чтобы он давал уроки вот у нас только, когда меня нет, только по шломбайту. Это так и называется направление в еврейском мировоззрении. В Торе шломбайт. Шломбайт это мир в доме. То есть это очень сложно, потому что мужчина и женщина это две противоположные сущности. То есть это совершенно они разные. И шломбайт это создавать шалом между ними. Это реально. Вот Эйтан присоединился. Давайте мы все попросим Эйтана, чтобы он проводил уроки только по шломбайту. Он специалист по шломбайту. Он изучил очень много уже по этой теме. И тема эта очень актуальна, потому что как-то сказал, как-то есть в Талмуде такая история, что один из мудрецов встретил Илья Ауанави. Илья Ауанави это пророк, который поднялся на небо живым, и он уходит туда-обратно между небом и землей. Вот он придет, скажет, когда Машех придет. И этот мудрец, он спрашивает этого Илья Ауанави, как-то они встретились. Он говорит, слушай, ну вот мы все стараемся и надеемся, что будет Аламабай, это грядущий мир. То есть мир вечности, в который человек, если он здесь правильно действует, верит в Бога, соблюдает заповеди, то он туда попадет. Все, кто соблюдает заповеди, надеются попасть в вечный мир. И вот спрашивает этот мудрец Илья Ауанави, слушай, ну ты же уже на небе, ты все равно знаешь, кто уже там получил допуск, разрешение, а кто не получил. Вот посмотри здесь, покажи мне кого-то, у кого точно есть грядущий мир. И показал ему Илья Ауанави на двух человек, он говорит, вот эти двое. Он говорит, а почему эти двое? А эти двое, написано, были в Батханим, это они были шутники. И что они делали? Они еще занимались Шламбайтом, семейные терапевты. То есть это было два веселых семейных терапевта. И Илья Ауанави говорит, вот эти два человека, у них точно уже есть Илама Ба, грядущий мир, потому что они делают шалом между мужем и женой. А почему это важно? От этого зависит, будут дети, не будут дети, какие будут дети, ну и так далее. Поэтому все, Итана мы просим от имени Гилеля, от имени Арона Коэна. Мы просим Итана, чтобы он проводил у нас занятия только по шломбайту. И значит, прямо как Гилель, повторяем, вот Итану, прям Гилель к Итану обращался. А вот и Талмедавша или Арон, будьте как ученики Арона, Арона Коэна. Уэв шалом, люби шалом. Рудев шалом, гони за шаломом. Уэв это бриот, люби создание. Умми карван литурай, приближай их к Торе. Итан этим занимается очень активно, он сейчас в Испании. Приближает молодежь к Торе в Испании, как раз молодец. И значит, будет помогать, я думаю, да, Итан? Будет помогать делать уроки по шломбайту. Все, друзья, да, вывод какой? Стремиться надо, целью жизни является достижение совершенства шлемута. Это первый мой вывод. Второе, что этот шлемут, шалом, да, он проявляется в соединении, в убирании каких-то границ, убирании каких-то вот этих вот детализаций и разинтеграции. И третье, что нужно любить бриот, нужно любить создание и приближать их к Торе. Все, напишите, пожалуйста, свои выводы. Напишите свои выводы, поставьте, кстати, что вам понравился урок, если он понравился. Поделитесь уроком, если вы считаете, что стоит им поделиться. Поделитесь им обязательно. И давайте как бы сделаем акцию шалом, шалом в каждый дом. Вот кто-то предложил, чтобы был шалом в каждый дом. Все, спасибо, до свидания, до завтра. Завтра, не помню, мне или в 10 или в 11 начинается тренинг. То есть если в 11, то я проведу урок, если нет, то уже послезавтра. Все, всем пока.